Всем, а какой это выпуск? Я реально не знал вообще сейчас. Всем привет, это 12 выпуск, 12 по-английски, обзоров на новые танцы. Не знал, говорит, конечно знал. Всю ночь такой, так скажу 12, вот это будет вообще. Гуглил же, как 12 будет. Что ж, постоянный участник ваших рекомендаций в ютубе Игорь Джабраилов. Вы не хотели, а я опять здесь, я как мокрица. Не-не, мы в рекомендации. Лучший обзорщик, лучший. Пересмотрите, пересмотрите выпуск, кто не понял, а потом этот еще два раза. А потом пересмотрите почему, сейчас мы вам расскажем. Невероятный хореограф Алексей Карпенко. Пересмотрите тоже все выпуски, когда он к нам приходил. Всегда это что-то с чем-то. Спасибо тебе, что пришел к нам снова. С чем-то. Да, 12 и 12 по-английски. Прекрасная, невероятная, красивая руководительница ансамбля Агния. Барто? Туда идем, я понял. Я опять все испортил сразу. Здрасте, Юрасова. А почему только мне хлопали? Это у нас должен быть вопрос, ну ладно. Ладно. 12 выпуск, это уже второй этап. Во втором этапе. Second. На этом этапе батл на троих, то есть три участника выходят, каждый танцует, проходит дальше только один. Все очень просто. Это жестко. А два танцуют и это дальше. Уезжают злиться в комментарии. Да. Ну что ж, поехали. Вау. Ой, 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 ой. Нет, мои, это я у них была в этот раз. А, вот так? Случайно попалась. Можно было чуть-чуть, да, интригу маленько подержать. Круто, и причем соревновался Дима со своей женой, которая тоже... Посмотрим, как я там танцевала. Это просто не мой родной стиль. О-э-э-э-э-э-э-э-э. Я танцую! Станцез幾 фигур 무? Поехали! Урацlimа! Урацlimа! Урацлома! 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 Ко море! Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому мы и хлопали, наверное, в начале Хотелось бы начать с Игоря Игорь, очень хотелось Как тебе выступление? Заметил ли ты, что Настя танцевала не свойственным для нее стилем? Я заметил Свойственный стиль сидеть же Лежать Блин, как в КВН, значит, обстоят дела? Ставят самое слабое в начало, самое сильное в конец Это самое слабое реально в выпуске? Нет А, выпуск собирается? А, выпуск собирается? Нет, так не собирается По крайней мере, мы на это надеемся Мы стоим после битвы экстрасенсов Надо, наоборот, сильное ставить в начало Я понял Просто мне очень сильно понравилось Я об этом Вы же знаете, для меня все эффектно То я в шоке Я не матерюсь, все еще заметили? Мне очень понравилось Значит, есть несколько составляющих успеха Это классный танец Заводная мелодия Молнии на заднем фоне Это вообще Это из Mortal Kombat И конкурс капитанов Сюрприз, да Приглашенная звезда Стэм со звездой Да не звезда Если бы он был в том году в жюри Вы бы не выиграли Ни молнии, ни заводной музыки Это просто сейчас было Я поэтому это сказал Было бы другое, я бы другое сказал Снег падающий Не, мне правда очень понравилось Я не видел тебя вообще почти никогда Это не ты вставала спиной и так и уходила? Я сейчас даже не смогла просмотреть сама Где я там стою, уже не помню Вот, да Но это же и хорошо, что я не выделялась То есть в этом была задача Чтобы я тоже смогла станцевать с ними В другом для себя стиле И чтобы не быть в этом полным лохом Вроде нет Либо монтаж Задача была спрятаться Да? Да и не спрятаться Задача была сделать, как все Прийти и спрятаться Вот такая задача Да, это такой заход Как все Это какой стиль? День города? Что это? Хип-хоп День города Лос-Анджелес Нет, в день города много людей танцуют и все нравится Это в день города для меня А какой твой стиль? Мой фреймап Элевен, твелф фреймап Это, короче, на каблуках по полу О, да Почему ты не в свойственном себе стиле танцевал? Вбросил им все-таки На каблуках по полу Грючок Яна с корпоративом Разуваемся День города против корпоратива Обожаю Эти новые шутки Старые уже, да? Нет, новые Ну, про недавно Он недавно в индустрии Я вообще только в нее вошел Вы хотели моего мнения? Мне понравилось Только вот это оставьте Игорь? Вы хотели моего мнения? Браво, Игорь Мне понравилось Спасибо It's good Мне понравилось То есть уже с Игорем Игорь или Настя с Игорем Вы на одном Никто не выпадал? В общем, на самом деле Сложно, опять же Что-то говорить про номера В которых ты сам принимаешь участие Даже если ты не ставишь В любом случае Ты участвуешь в процессе И у тебя замыливается глаз И восприятие становится абсолютно Ну, другое Поэтому, на самом деле Мне сравнить этот номер В котором я участвую С другими номерами В нашей категории Будет сложно, сразу говорю Вот Просто скажу Что физически Я никогда в жизни Ничего сложнее не танцевала Когда у тебя прошла всего Черт возьми Минута номера А ты уже не знаешь Чем тебе дышать И тебе надо снова Еще полторы минуты скакать Я столкнулась с таким Впервые в жизни Что я боялась Не то, что я забуду хореографию А я боялась Что мои руки и ноги Просто перестанут В какой-то момент шевелиться Потому что силы не оставалось И я Когда мы гоняли номер От начала до конца И Дима говорил Что вот сейчас мы танцуем сначала У меня Начиналась реально паническая атака Потому что я боялась Больше всего Что я сейчас просто Умру во время этого номера Я не знаю Как они танцуют эти номера На чемпионатах По 6 минут Просто Респектуха ребятам Физически Это очень сильно сложно И ничего сложнее Я не танцевала Честно Тебе вообще понравилось? Да Мне было сложно Для меня это было Необычно Я прокачалась Очень круто Спасибо Диме Спасибо Диме Друзья Давайте вы предложите В каких еще командах И почему Может танцевать Настя Урасова Чтобы набраться опыта И нам понравилась бы Всем такая коллаборация А самому Лучшему интересному Комментарию Мы подарим футболку От наших друзей Бренда танцевальной одежды Roll to World Настя Ты еще Радхейз Я буду Участвовать У них В концерте У них Скоро будет Концерт И я Обязательно Приму в нем Участие За денежки Нет Это что? Я просто Может быть Поэтому столько людей Есть А ты думаешь Тут я за деньги? Нет Здесь нет Это шоу А в концертах Не за деньги Страна танцевать Ну нет Я ничего Тебе перевод Пришел Кстати? Да Я тут за деньги Может столько людей Как раз для того Чтобы если кто-то устал Его быстренько подменить Может четверо Должны танцевать Тогда бы не получился День города Как мне Ебнут В этом обзоре Ой Опять Что такое? Радхейз На качество Там придраться Не к чему По материалу Круто По напору Круто Разваливаться Не к чему Ну не в чем Не к чему Просто придираться Это как Немецкий бренд Автомобиля Ты знаешь Что он хороший Ты на нем едешь И он хороший Все Ну поэтому Ты его и взял Второй Да А о чем был номер? Да какая разница Давай про день города Скажем А Леха же говорил Что ему сложно Воспринимать Концептуальные номера Мне кажется Как раз Какая разница Мне все нравится Мне все подходит У меня все время Меняется действие У меня все время Меняется какой-то сюжет И я не вижу причин За что Это может не понравиться Это было Качественно Хорошо И безусловно Можно вопрос? Да конечно Во-первых Я хотел сказать Что я вот второй раз На обзоре И мне кажется Что это лучше Чем все Что было в прошлом выпуске Если честно Посмотрим соперников Тут все понятно Мне кажется А надо ли? Лифт си На этаж Один Не мистер Субтитры Субтитры Этаж 19. Этаж 1. Этаж 1. Можно я сразу? Конечно. Я хочу сказать, что классно танцы снимают, мне просто нравится. Именно сама съемка, правда. Есть еще два вопроса. Первый вопрос, второй не вопрос. Претензии. Вот когда так много людей... Не много же. Ну, я имею в виду не два, а двое, когда они между собой правильно взаимодействуют. А когда вот так много, каждый просто танцует в музыку и надеется, что все делают так же? Ну, по большому счету. Есть такие люди. Знаешь, что сзади? Ты танцуешь, что-то выкладываешься, а сзади что-то уже умер, откатил. Есть такие люди, но обычно репетируют. Ну, ты же все равно. Понятно же. Потому что каждый дома отрепетировал, вышли такие, ты меня по лицу ударил, ты же левее должен стоять. Настя, по сколько часов в день тренируют, чтобы не надеяться? Это как самый важный человек в танцевальном мире по чистке. Я думаю, всем по-разному. Но когда люди много лет вместе танцуют, а ребята уже вместе танцуют давно, они быстро запоминают. И сам филинг, он, ну, как бы сама подача, она у них априори одинаковая. Поэтому не думаю, что ребята много чистились. Ну, мне кажется, что у них это более-менее. Чистились, это когда смотрят со стороны и говорят, вот ты, вот ты. Да. Ну, синхронно. Если выбиваете, там у тебя рука тут, а у того тут ты такой, ну-ка повыше, ручку подними. Шаг маленький, но для хип-хопа не нужен большой шаг. Или нужен. Я, короче, мне все нравится. Это один из моих любимых жанров, потому что все круто. Но я не понимаю, куда смотреть. Я не понимаю, как люди оценивают это. Они смотрят на это все. Там Мигель, допустим. Вот так на это смотрит. И что он видит? Никто не знает. Сложность материала. Музыкальность. Актуальность материала. Музыкальность. Разводки. Рисунки. Синхрон. Возможно, все черно-белое. И он все это видит? Я не думаю, что там есть белое. Он все это видит? Тогда я в шоке. Скажи, как тебе номер? Вот это как бы тот же самый стиль, но тут концепция более проглядывая. Ну, это не тот же самый стиль, а то сейчас Симбас там весь разозлится, если вы будете так говорить. Это разные были стили? Это разные были стили? Это были для меня... Вот ты посмотрел, да. Для меня это были разные стили. Нет, для меня это, конечно, был одинаковый стиль, просто разная музыка. Ну, я вообще не шарю. Что ты имеешь в виду? Ну, может быть, почерки разные? Ну, это танец, это танец. В смысле, что это... Да, я согласен. Для меня много людей танцуют под музыку. Приблизительно одинаково. Лифт. Вот, лифт. Что, как ты лифт? Тебе понравился? Это же метафора. Наверняка же это метафора. Или реально лифт? Я не думаю. Боюсь, что реально лифт. Просто придумали лифт. Что вы сзади сидеть будете? Пусть лифт будет. Так? Тоже за минуту до этого, как вам рубашки, им лифт выдали. Нет, там на самом деле еще есть концепция в том, они выходят из лифта или они входят в лифт. Это очень важно. После выступления же уйдут в лифт. Ну, оно закончилось. Ну, вот они сейчас поговорят и пойдут в лифт. Ну, там будут перегрузки. Такими же партиями. Все зайдут. Да, я уже не помню ваше выступление. Я уже забыл его. Для меня одинаково танцуют. Но вот разная музыка. Вот понимаешь, я вот такие танцы, я не понимаю, куда смотреть. Я такой, вот эта музыка мне понравилась, мне нравится танец. Но меня за это оскорбляют у вас в комментариях за то, что такое мнение. Я продолжаю с удовольствием. Эта музыка была более такая скриптонитовая. А та? А та была такая. День города. Больше было. Знаете, как вот цыганки? Если уж о метафорах говорить. Цыганки почему обманывают людей? Они перегружают твою систему восприятия. Они тебе яркая одежда, яркий запах и очень громко говорят. Для того, что ты три мгновенно задействуешь, они на тебя воздействуют. Три уровня восприятия. И эти танцы для меня такие же. Мне и много, и громко, и быстро все меняется, и я уже готов деньги отдавать. Я вообще не к этому вел, честно говоря. Я хотел сказать, что вот в этом жанре я не смогу выбрать. Вот брейк-данс. В брейк-дансе вообще судья номер один. Ну, есть еще третий, да? Ну, давайте с человеком пару слов скажете. А, правильно. А, про... Сложность элементов, как тебе? Я не очень люблю пантомиму. Я не очень люблю вот это. Я типа надел наушники, я типа вот здесь вот это поделал. Когда это использовано ради... Действия ради действия. Оно ни к чему не подвязано. От нее убери это и ничего не поменяется. Ну, вот там такой звучок скретча условно. Значит, я должен сделать так рукой. Я вот это не очень люблю. И опять же, с точки зрения лифта. Визуально красиво. Ну, что это за концепт? Открылась дверь лифта, давайте танцевать. Что будет дальше? Открылась дверь лифта, давайте танцевать. Что будет дальше? А, наверное, опять откроется дверь лифта и давайте танцевать. То есть мне... Ну, это вкусовщина. То есть это имеет право на существование. Просто мне такое кажется слишком просто. То есть и без лифта это бы все сработало? Объемнее картинка. Мог быть поезд. Ну, приезжает вагон метро. Это даже круче для хип-хопа же. В андеграунд типа. Вот это метафора. Да. Да, это хорошо. Ребят, ну дорабатывать надо номера. Настя. Ну, я скажу, что идея с лифтом мне не очень близка. Наверное, просто потому что... Электрофобия. Много видела такого. Потому что они все помещаются. Но я знаю Леху уже давно и видела, в принципе, много его работ в разных абсолютно форматах. И я думаю, что Леха взял специально такую дорогу на проекте. Он, ну, как мне кажется, если мы об этом не разговаривали, он... Социальный лифт. Он решил показать реальный хопчик, как мне кажется. Нет, к материалу у меня претензий ноль. К материалу все очень много. Потому что он умеет делать и объемные форматные номера, и что-то типа Чичаевского формата. Он это тоже все делает. И делает это мега круто на огромное количество людей. Но я думаю, что здесь хотел показать этот вайп, эту атмосферу. И показать людям, что такое хоп. Чтобы люди, возможно, начали смотреть на это не с коммерческой стороны, а с какой-то другой. Потому что хореография, вайп действительно очень крутой. Да, для обычного зрителя на фоне суперпростроенного номера, где куча всего, куча народу, смены. Это, возможно, проиграет. Просто потому что им и не надо разбираться в сложности. Но то, что наша культура сейчас и наше поколение такое, что они даже не знают ни откуда появился этот стиль, ни в каком году. И хотелось бы, конечно, чтобы это развивалось. Вот Леха, мне кажется, здесь, как мне кажется еще раз, не знаю, возможно, нет. Он решил двигать эту тему вот целенаправленно. И за это ему, на самом деле, огромное спасибо. Потому что это риск. И я знаю, какое количество номеров у него есть просто вообще на эффекте вау. Ну, вот тут он захотел именно так. И, ну, по вайбу это, ну, прям круто. Ребята, все крутые танцоры. Ну, и в конце концов, ты выбрала не его, а Черкоза, да? Ну, с Симбой Манипили в Турции. Он был в лифте. Вот теперь нормальный обзор. И почему у нас чай вообще? Вот бы нахлестаться просто в конце уже сами что-то. Ну что, посмотрим, кто третий в этом баттле. Есть смысл? Есть. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Это должно было быть синхронно или каноном? ПЕСНЯ А вот это было синхронно! ПЕСНЯ 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 Рискуешь, готовься, что ты можешь на вот этом вот всем прогореть Но мне кажется, в плане задумки у ребят все получилось Скажу лишь по своему восприятию, по атмосфере Мне непонятно, почему такие глаза, почему они черные Потому что для меня это ассоциируется с более тяжелым номером И более тяжелой атмосферой И вся их одежда тоже ассоциируется именно с этим Но трек абсолютно не ассоциируется с какой-то тяжестью Даже лирикой для меня он не ассоциируется А у меня, ну вот мне реально интересно вот этот круг Канон это должен был быть или синхрон, на самом деле Я не поняла Канон-варвар, извините, не могу Они упали или на руки встали? Они делали червячка Понятно, да? Как брейк-дансы типа? Трека для меня опять же по атмосфере другая По ощущениям ребята взяли больше биты Я бы больше ориентировалась на вокал для того, чтобы передать эту атмосферу Ну то есть мне понравился трек, возможно я так к нему привязалась сейчас Потому что я бы сделала это совсем с другой стороны И подошла бы к этой музыкальности совсем по-другому Потому что трек и танец, атмосфера для меня были разные Хотя техника у ребят, ну, крутая Но тут уже и не осталось у кого-то Кто плохи по технике, мне кажется Уже остается ориентироваться на то, кто что задумал, кто что поставил Мне не очень зашло именно из-за несостыковки музыки и самого того, что происходило на сцене Игорь, с языка снило? Нет Хотя, мне кажется, людям, которые не понимают в танцах, должно очень понравиться У меня ощущение, что они... Жаль, их здесь нет Я-то потому что шарю жестко А Леха? У меня ощущение, что им либо неправильно донесли посыл, либо они его не поняли Потому что я запутался в процессе Те, кто придумывал смысл? А кто это был? Ну, хореограф, вероятно Глотов же, да? Ну, наверное, он там отвечает Руководит как минимум За смысл За смысл Еще, как бы, батл объясним Бьются три очень знаменитые хип-хоп коллектива С многолетним опытом, с многолетней историей Red Haze, Art Force и Fod Family Вот это вот третий коллектив Art Force Ну, что что третий, я понял Да Браво Да, и они танцуют в целом обычно очень похоже на то, что было до этого А сейчас они вот на этом этапе решили немного поэкспериментировать Да Вот, чтобы ты понял Хотя Тебе в целом это и знать не надо Но сейчас что-то я решил тебе посвятить И вот у них есть Все раз намекнул, что я типа ум сына Не-не-не Здесь Не должно волновать, кто экспериментирует У кого там что случилось Кто в каком состоянии Какие-то там, что было за секунду до выступления Какие-то, может быть, технические ошибки Зрителю это вообще не волнует Сто процентов Он должен просто видеть и наслаждаться И не должен переживать, что Ой, это эксперимент, ребята, давайте Или там, о боже, у того сломана нога Ну, то есть, зритель, наоборот, он должен быть просто расслаблен И думать, что они в этом лучше И вот они профессионалы во всем, что они делают Ну, вот я запутался в процессе просмотра Потому что в какой-то момент, когда я стал думать о том Что это какая-то философия, глубина И надо подумать Была какая-то атака Очень мощная В тот момент, когда мне хотелось атаки Вдруг они останавливались То есть, как будто они не до конца поняли О чем они танцуют И в каких моментах им как надо распределиться То есть, у меня целость Аритмия некая, да, произошла? Аритмия Ну, концепты, да, непонятно Такие вызывающие образы И из этого, собственно, последовал Лишь красивый танец с красивыми разводками Вот, конечно, ждешь от этого более чего-то понятного Это что было? Готика? Коронация какой-то черной вдовы? Твердоприношение Человеку, которому не нравится танцы Который не понимает в танцах, это я Титр у меня вот здесь сделать Мне не прям понравилось Ну, не было, что я такой Вот это танцы Я считаю, что наоборот, зрители должны знать весь вот этот бэкграунд Это же наоборот круто Если бы вы мне до этого сказали, что они экспериментируют Я бы по-другому смотрел В соревновательном проекте, согласен, нечестно Но мне было бы прикольнее Вот еще вот эти соревнования, это же игра умов Ну, типа они анализируют, знаете, как перед футбольным матчем Они классику станцуют, эти, наверное, вот так сделают А мы вот сейчас Вот так И самая правильная стратегия это что? Делать то, что ты лучше всего умеешь, правильно? Поэтому ты приходишь на обзоры танцев Поэтому я хожу на обзоры танцев В общем, будем голосовать Да, давайте голосовать Ты можешь не голосовать Да, можно я не буду? Да, но только один раз Потом надо будет голосовать Да, потом, вообще без проблем Я второй буду голосовать Три команды, они априори статусные и сильные То есть говорить, что здесь кто-то слабый, не получается Соответственно, ты начинаешь докапываться Вот в RedHaze у меня докопок не было А здесь у того концепция, у этого смысловая нагрузка и внешний вид То есть я уже начал цепляться к тому, за что мне их дальше не провести RedHaze Я тоже, но не потому что ты здесь, а потому что это было наиболее заполнено Я, как колхозное мировоззрение танцев, чем больше битов и в них попали локтями, мне вот нравится Ребят, я голосую тоже за RedHaze, но считаю, что они прошли капец, как на Тоненького вообще Больше из экспериментов других команд, вот, если честно Может быть Баттл, за которого меня сюда позвали, давайте Хм Хм Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мне, кстати, очень сложно танцевать на такой сцене. Так вот, пожалуйста. Мне очень понравилось. Как будто этап с испытанием уже. Вы надеваете жилетки, ботфорты, чтобы вам еще было... Ну, если хотите, я могу сейчас более тогда внятное, конкретное. Мы сейчас подводим, да. Мы сейчас не внятное слушаем, а сейчас внятное. Классно было бы, если сзади еще болото так с камышами, и они в сапогах вот в этих танцуют. Или когда она вот так назад прогибается, у нее с сапог вода так вытекает. Вот это... Ну вот. Это и сексуально, и жизненно. Это сексуально? Когда сапоги причмокивают... Да. Ну да. Как будто кот где-то ест рядом. Это очень сексуально. Я просто Квашина не смотрю из-за этого. Котов, блять, хочу. Чему его не было на обзорах с огнями? Было бы интересно послушать. Так давайте пересмотрим. Ну давай, давай. Все, я могу. Маша и Даша. Две девочки, фреймапщицы. Я могу сказать, в принципе, про них, то, что они... У них свой стайлак в плане фреймапа. И это, в принципе, редкость. Они начали двигать свою тему. У них необычный вайб, такой филинг, гру, все, все, все. Вы типа, я хуйню сказал. А сейчас типа, давайте нормально скажем. Я могу добавить только одно. Твелф, нахуй. У них стайлак, у них джетлак, они еще в Владивосток летели. Слушай, они просто, вот ты заметил, как они качают, да? А вот на контрасте с другими, на самом деле, ты увидишь, что у них они отличаются очень сильно. В общем, девки, в принципе, они в стиле очень крутые. И я ими восхищаюсь. И они постоянно на мероприятиях, они двигают свой стиль и развивают очень круто фреймап. Что касается данного номера, я считаю, что они неудачно выбрали музыку, неудачно выбрали костюмы и показали вообще не все, что они умеют. Потому что умеют они очень много. Они очень развиваются каждый день. Я вижу, сколько всего они привносят в стиль, короче. Но они же не прямо им вот сказали, делайте вот под такую музыку. У них и команда есть, они часто под такое танцуют, и сами в дуэтах тоже танцуют под... Подожди, это в напряг. Стиль музыки, я говорю именно про вообще, про то, что они умеют. Мне не зашла музыка, потому что она мне лично не умеет. Они сейчас танцевали хорошо? Станцевали, они круто, у них техника нереальная. И очень мало кто, у них уже своя манера, что их очень много кто копирует. Они действительно на всех селектах выделяются за счет своей манеры. Они одинаковые просто. Если бы снять с них жилетки, вы бы увидели, насколько у них даже идентичные прогибы в пояснице. Они настолько гармоничные. Дело в жилетках. Технике не придраться, и многие так работать в стиле фреймап большинство не может. Например. Я. Например. Ну что ж, посмотрим, кто будет конкурентом. Ого. Сколько лет тебе, мой странник, если ты взлубил всех днев, Ты придешь к ней утром ранним, а в своей любви кофе. Спишь пистыханно, нагрянет бежданно, охотник судьбы твоей. Спишь и спит мой милый странник, твой покой в моей груди. Я на свете всех румяний, где вы спят, цветут сады. Спишь пистыханно, нагрянет бежданно, охотник судьбы твоей. Спишь и 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 спишь. Судьбой последних дней. Леша. Да не, мне это не близко. Мне не близка такая драматургия номера. Мы встали потанцевали синхронно, а потом вдруг я оказалась злая. А почему? Потому что у меня что? Косы. Окей, и дальше мы еще раз обязательно станцуем синхронно. По лексике все хорошо. По драматургии я считаю, что это слишком просто. Слишком просто. Все. Тебе в целом драматургия в номерах? Или что здесь, ну, типа взаимоотношения персонажей? Взаимоотношения, взаимоотношения странные. Окей, ладно, косы, хрен с ним, отбросим. Такое тоже может быть. Нравится мне, не нравится, но такое может быть. Взаимоотношения персонажей. Вдруг резко происходит какая-то перемена. Потом вдруг она внутри опять резко происходит беспричинно. И потом, окей, я полезла в ящик. Ну, мне кажется, в целом в номерах очень тяжело какую-то историю рассказывать. Тут весьма еще как бы доступно получилось. А надо было? Ну, вот так вот решили кто-то на кфилинге, кто-то на сториз. Я этой сториз не вижу в ней интереса, скажем так. Логично, чем это закончится. Ну, то есть это пробивается сразу. Понятно, что будет дальше. Какого-то другого взгляда в этом я не увидел. Танцует хорошо, драматургия мне не нравится такая. Все. Настя? А какая тебе нравится драматургия? Более понятная, окей. То есть тут непонятно? Мне кажется, тут влог. Нет, нет. Вот именно это я вижу, с чего начинается. Одна с пучком, другая с явно, видно, другого цвета косой прицепленной. И потом вышли эти косы. Окей. Все, мне все понятно, что будет дальше. Глубины в этом я что-то из этого вынес? Нет. Красоты? Это добавляет ли? По мне, не добавляет. Ну, в каком-то обзоре ты говорил, что тоже про Фраймавчиц, про то, что тут слишком глубокая драматургия, она непонятна. То есть и понятная не нравится, и непонятная не нравится. То есть тебе вообще, в принципе, драматургия нравится какая-то в номере? Абсолютно. Работает или не работает? Баланс. Мама любит папу, мама любит папу. Я знаю, что Леха очень... Мне нравится, как это выглядит. Но когда это перегружено чем-то несуществующим, в чем тут проблема? Давай так, в чем здесь проблема? Какая проблема здесь заложена? Ты имеешь в виду, мне рассказать драматургию номера надо? Ну, например, да. То есть драматургия обязательно зациклена на какой-то проблеме или, может быть, она может рассказать просто какую-то мини-историю? О событии, да, мини-история тоже может быть. Как я поняла, как я поняла, что это что-то типа мини-сказки. Она убивает людей, собирает их косы. Вот они встретились, она ее убила. И вот у нее она вот эти вот косички коллекционирует, и вот она себе взяла еще косички. Ну, давай тогда так. В этом сказка. Бывают интересные сказки, бывают неинтересные. У меня тоже вообще никак. Вообще. Может, не мой стиль. Сапоги какие-то короткие. Не, шучу. На самом деле я сразу понял, что ее положат в этот ящик, когда на одну косу меньше было. Это все понятно. Я никогда не понимал смысл танцев. Тут первый раз понял такой, а, прикол не понимать смысл танцев. Когда ты понял такой. Сформулировал. Не знаю, мне, короче, мне важна музыка, походу. Эта музыка была, не подходила под этот стиль танца для меня. Но я не шарю. Может, и шарю. Но мне кажется, не надо шарить, чтобы тебе понравилось или не понравилось. Да, все в этом мире субъективно. Мне не понравилось. Я не хочу там обижать никого. Наверняка очень тонкая душевная организация. Но вот именно это, именно этот танец. Девки прикольно танцуют. Но когда это все... Я тоже, я сейчас не о них говорю. Да. К технике исполнения у меня вопросов нет. Ты в этом разбираешься лучше. Может быть, ты что-то нашла и что-то скажешь. Я о номере. Нет, по технике вообще все в порядке. Возможно, драматургия отворит фокус внимания и слишком на себя берет. Такая ярко выраженная, с четкими точками. Шкаф этот. Я думаю, что они так и хотели показать такую сказку и какую-то четкую, ну там, понятную идею, понятный концепт, чтобы люди не думали там, о, а что же они задумали. А скорее они хотели показать. Даже если вы... Ну вот я смотрю, например, какие-то фильмы, большинство комедий. Я тоже знаю, чем она закончится на начале фильма, например. Но это же не означает, что это неинтересно. По хоряге, по всему, по простройке номера, по тому, как идет этот концепт, они всегда сложны, потому что тут, конечно, приходится немножко напрягаться. И там, когда она трогает ее косо, они смотрят друг на друга. Это все нужно замечательно учиться. Поэтому фреймап, он особенно концептуальный, он не всегда так легко и сразу заходит. Вот, вот. А в драматургии есть определенные приемы и способы, которыми работают. То есть почему я должен переживать за то, что она ее, с ней что-то сделала, убила. Окей, поэтому... Тебе не нужно переживать. Тебе либо нравится, либо не нравится. Зачем тебе переживать? Ну, как бы, это жертва. Я должен либо любить персонажа, чтобы переживать, спасется она или не спасется, либо я ее должен ненавидеть. Леха, я, конечно, все понимаю, но это танцы. Они даже говорят тут нему. Это драматургия. Это драматургия, значит, найдите в теле возможность передать за счет ваших комплексов. Мы уже давно узнали, что у нас еще слишком маленький хронт в целом для номера, в котором там за минуту-полторы очень тяжело какую-то историю... Ну, это не значит, что тебе нужно все насыпать. Ты за пять минут не можешь себе приготовить крутой завтрак. Это не значит, что ты должен вывалить все продукты на стол. Я в теремке завтракал. Что получилось, то и файл. Отличный комментарий про фреймпап. У меня есть небольшие претензии к ним по поводу исполнения в плане амплитуды. То есть, может быть, это я бы к ним лично придралась уже. Но в плане концепта то, что они хотели, это получилось хорошо. То есть, да, он напичканный фишками всем, но это вот они так захотели. Из того, что они захотели, они, в принципе, все показали. Вот. Мне этот номер нравится. И нравится этот концепт, хотя такую остроту и прямоту я тоже не очень люблю. Но именно этот номер у них мне понравился. Для меня это танец, где нужно показывать себя. А когда какая-то еще драматургия появляется. Мне кажется, это стиль... Подожди себя. Своё тело ты имеешь в виду? Ну, для чего? Сравнивши это со стриптизом? Ни хуй я себе писяк носу. Я вообще... Еще же очень много шагов до этого. Нет, конечно, с каким стриптизом? Еще много одежды до этого, так сказать. Слушай, нет, этот стиль, он не на показ своего тела. Это совсем другое. Ну, все на каблуках в сеточку, чтобы сказки показывать, танцуют, правильно? Ну, они же не в сеточку. Это же странно. Надо понимать, что стиль, он же подразумевает все равно какое-то метасообщение. А когда так, мы вот сейчас танцуем сексуально, но на самом деле это сказка про ящик. Но это же... Они не танцевали сексуально. Фреймап это не стиль, который нацелен на сексуальность. От того, что вы видите каблуки на платформе, на которых 15-20 лет назад люди танцевали с шестом, это не значит, что сейчас там. А давай-ка какой-нибудь крупничок найдем на секундочку. Ну, то есть это лисичка из сказки? В каблуках вот так. Это лисичка из сказки? Это лисички. Наська? Ну, в черном? Это я то, про что говорит Игорь. Что типа на каблуках в этом вы рассказываете сказку. Что резонанс у него здесь, как бы инструмента и истории. Да-да-да, я об этом. Вот. Это не сексуально ты считаешь? Ты имеешь в виду, что стрипы именно? Да, стрипы, колготы, ее форма, ее подачи. Вот это вопрос... Острота взгляда. Это не сексуально, это сексуально. Ну, я бы не сказала, что Полина вот с таким вот, например, в белом и красном, девочка вот с таким видом, ну, может выйти, например, на что-то сексуальное и на это рассчитывать, например. Ну, как бы, а на что сидит? Ну, для меня это... Подожди, может, сейчас мне на Полину смотрят? Так, может, поэтому танец и не получится? Возможно, может быть, Настю тогда надо было одеть и по-другому, раз это сказка, но они же сами не одеваются. Их же одевают. А, мы перекладываем ответственность во фреймапе, я понял. На самом деле, нет, суть в том, что я хочу вам объяснить, что стиль фреймап не подразумевает пока своего тела и только на сексуальную подачу. Нет. Нет, я просто, как я этот стиль рассматриваю, я обыватель. Короче, Игорь говорит о том, что для него это триггеры сексуальности в любом случае являются. Ну, это нормально, как и для всех людей, которые видят эти стрипы, я просто лишь в очередной раз пытаюсь донести, что этот стиль абсолютно... Тут тонкая грань, где вот эту, короче, не перегнуть палку, как бы, не потерять себя и презентацию свою, потому что в любом случае... Чтобы на тебя смотрели как на артист, а не как на бабах. Да-да-да, я понимаю, да. Третий дуэт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Картинка была и по материалу, как будто им было сложнее это вывозить. Либо это сырой номер, либо что-то пошло не так, либо они реально слабее. Я девчонок лично не знаю ни тех, ни этих. Ну вот, по мне, они выглядели слабее. Игорь? Я просто, да-да-да-да, я просто боялся это сказать. Опять будут меня ругать. Я хотел сказать, что мне показалось несинхронно. Как будто что-то пошло не так, у меня было ощущение в середине где-то. И очень коротко. Или я терял сознание в середине. Мне как будто коротко и чуть-чуть рассинхронно. Да нет, по таймингу вроде норм у них. Ну вот ощущение, что да, как будто вот один всплеск случился и все. Как будто мало успели рассказать за это время. Там много? Не знаю, вот у меня ощущение было, ну знаешь, когда, допустим, медленный трек и быстрый трек включается. И у тебя в быстром треке пройдет 50 музыкальных частей за то же время, пока в медленном две. Я не знаю почему, но вот зрительные ощущения как будто, ой, все. Да, быстро повесили. А что-то вырезали из номера на монтаже? Нет, с таким не занимаются. Я шучу же. Просто непривычно. Короче, мое ощущение, что они выглядели слабее по сравнению с предыдущими двумя парами. Настя. Вообще, конечно, сложно так рассказывать про своих детей, которых ты вырастила, что вторые, что эти. Да, конечно, это абсолютно недоработанный номер. Я им уже это говорила, в принципе. Они, у них были асинхронные. Причем за сутки на прогоне я смотрела номер, подошла, сказала, девки, что несинхронно? Ну жесть. И все равно там же они сделали несинхронно, недотренили. Очень суматошно получилось. Я не скажу, что тяжело. Наверное, да, действительно, они не смогли в этом расслабиться. И сделать это широко, спокойно, открыто. Получилась какая-то суматоха, переходы, руки, про которые они тоже знают. Они еще визуально старше, и хочется, чтобы это было как бы уже осознанно, уверенно. Когда люди берут такой большой реквизит, в принципе, явный, недостаточно вначале показать, что это фотографии их семей, и в конце довесить туда фотографию, и никак больше не использовать этот реквизит. По моему мнению, когда такой явный реквизит, ну, хотелось бы, чтобы они что-то с этим деревом еще поделали. Вот. А то как будто такое-такое страдание с этим реквизитом, потому что привести его с ним, репетировать, поставить, это все как будто было ни к чему. Можно было и на телеке показать эту историю с фотографиями, например. Вот. Поэтому для меня неоправданный реквизит. Девчонки, конечно, сами по себе сильные, они ничего не слабее, чем, ну, предыдущие. Но номер они взяли неудачный, и они, мне кажется, сами, сами это знают, вот. Но в целом, когда такие просто еще тяжеловесные вещи, там, как дерево, просто я даже не могу представить, какой, особенно, когда ты фреймап танцуешь, когда ты, как взаимодействовать с ним? Слушай, ну, можно же, к примеру, его либо обработать, либо сделать так, чтобы ты мог... Нет, ну, ну, что-то сделать так, чтобы ты мог, типа, с ним воспользоваться, как с пилоном, например. Вот когда я делала клип для кого-то там из звезд, я делала фонари, мы их обрабатывали чем-то, и это были пилоны фонари на улице. То есть тут тоже можно было что-то сделать, где-то подержаться, чтобы с этим деревом как-то завинтиться, как-то корни. Я не знаю, просто брежу сейчас, пытаюсь вот... Это же точка опоры, дайте мне точку опоры. То есть, вот, я вообще просто люблю реквизит, когда реквизит максимально используется. И вот это было немножко неоправданно, как будто. А они сами придумали дерево? Да. Ну, мы все были в соревновательных проектах, там могли сказать, у вас будет дерево. Нет? Они сами, да. Да-да-да, там же концепция, что это древо жизни. Дани, давайте тогда проголосуем. П-ф. Ну, сейчас, Настя, ты голосуешь, точно танцевая. Да, я проголосую без проблем. Можешь первой проголосовать? Ну, вот, если так можно, то я этим голосом хочу отдать какую-то дань и свою благодарность Маше и Даше за то, что они внесли в стиле фреймап такой невероятной подачу, которую уже копируют. Вот, короче, я бы проголосовала бы, наверное, за них, потому что их техника и их хореография, вот, вайб сильнее, чем у двух других. Их, потому что девчонки были более статичные, а они были прям грувовые такие. Я просто люблю. Это первая, да? Это первая. Первая, да. Я поддерживаю. Абсолютно согласен. Для меня это и был стиль, вот, который был заявлен. Меня очень сильно в этом туре захватил, можно сказать. Вот этот набер. А мы 3-0 не туда, да, проголосовали? Нет, что еще не туда. Мы просто так сейчас... Ну, это нормально. Кому-то приятно, что там выбрали, кому-то сейчас будет приятно, что выбрали здесь. Давайте посмотрим следующую категорию. Кому-то неприятно. А, кстати. Кому-то вообще неприятно. Ну, надо снять еще один дополнительный обзор Vine, где мы все голосуем за третьих. О, дети. Останусь, послушай ветра, так как сейчас не будет никогда. Не надо о том, что будет потом. Важно одно. Сегодня можно все. Можно все. Сегодня можно все. Сегодня можно все. Останусь, послушай ветра, так как сейчас не будет никогда. Не надо о том, что будет потом. Останусь, послушай ветра, так как сейчас не будет никогда. Останусь, послушай ветра, так как сейчас не будет никогда. Останусь, послушай ветра, так как сейчас не будет никогда. Останусь, послушай ветра, так как сейчас не будет никогда. Останусь, послушай ветра, так как сейчас не будет никогда. Останусь, послушай ветра, так как сейчас не будет никогда. Останусь, послушай ветра, так как сейчас не будет никогда. Останусь, послушай ветра, так как сейчас не будет никогда. в стендап комедии есть такое понятие дать воздуха когда тебе надо чуть-чуть между шутками поговорить чтобы зритель не устал вообще от потока и смеялся над тобой какой-то контраст мне вот показалось здесь было так много элементов на секунду времени что же в какой-то момент оценил акробатику какую-то вот очень много спорта то есть девчонка я не знаю кто с ней занимается не знаю кто греха хореограф но если она будет чуть больше расстанцовываться у нее большое будущее потому что физические возможности сумасшедшие все заполнено техникой а танцы как такового нет и на фоне техники он выглядит слабее там у нее какие-то джазовые заходы несколько раз были они исполнены просто топорно ради проходящего элемента к следующему трюку то есть в танец это не вылилось это очень большой набор техники в первой части вообще вокал идет в с ровной подачей она каждый раз что-то вкладывает и кричит своим телом для меня это было очень много спорта много техники и мало танца мне на самом деле нечего добавить потому что я абсолютно согласна жалко девчонку блин там был момент прикольный когда жалко девчонку что-то танцевать ну вот именно на филинге прикол в том что она ладно бы мы сказали у тебя нет будущего ну знаете бывает что такое блин ну по-моему рассказали нет мы сказали что будущее есть нужно просто чуть гранат не подойти к делу ты вообще большая молодец это очень было классно технически она крутая просто другой номер верю этот элемент организовать упала просто и ноги до упала вот так для того было после этого первое легко написала два монолога после такого падения и вот так ходит еще с болтами для того чтобы акробатика смотрелась эффекта в номере ее должно быть две-три фишки за весь номер не более иначе к этому привыкнут и люди перестанут это воспринимать нету вау да посмотрим кто выйдет это вау вторым дайте вау даша это что холодное сердце что это за песня полина гагарина гагарина миллион бойся это гагарина полина полин привет вау ай 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 чт не упал ну ой 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 но Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, они были в баттле, и прошла она. Но сейчас она станцевала... Это вот они плакали? Плохо. Это они плакали. Это ее родной стиль, или она больше в хопе? Да, по-моему, она во всем развивается. Я не скажу, честно говоря. А кто их тренирует? Они же в севере занимаются, там у разных педагогов. Вот, я не знаю, честно, в каком он стиле сильнее, но сейчас исполнение было очень грязное. К сожалению, да. А как вот можно напускать столько дыма в танцы, где человек 50% времени лежит на полу? И ребенок, и ребенок, да, перебор. Перебор со спецэффектом случился. Ну, там технически бывает иногда, знаешь как? Дым, стоп! А, что? Да, да, да. Дым. Она сломалась, она танцует. Она, возможно, танцевала не по треку, а под мат, который разносился из-за кулис. Ну, да, я понимаю. Да, такое бывает. Ну, вот да, дыма было много. Ну, это конкурс, всякое может случиться. Всякое может случиться. Да, она растерялась, она еще и ребенок, она растерялась, естественно, она перестала видеть пол. А как только ты перестал видеть пол, все, у тебя начинает в голове работать дым. Значит, мне скользко, значит, хотя там не скользко от дыма. Но мне все равно скользко, мне дышать нечем, я задыхаюсь. Я думаю, первый раз, когда она потеряла равновесие, уже сложно вернуться. Ну, и все, ну и все тогда. Ты сейчас смотришь предыдущие выступления. А тут просто в вокале атака, в картинке атака. А она с ней не справляется. Жалко. Блин, да че жалко. Видимо, тоже, да, добавить нечего. Блин, ну, это же, это же дети. Я не знаю, как можно в этом плане. Ну, мне сложно что-то говорить про какие-то косяки. Там я бы придралась, в принципе, к номеру, да, то, что какой он, в принципе. Вот. Но мне очень понравилось то, насколько Даша эмоционально его преподнесла, и насколько это было взрослое и сильно, и ее лицо. И несмотря на то, что вот она где-то там, там, ну, пошаталась и не один раз, она как будто, ну, лицом она это не показывала. Это очень взрослое, это очень сильно, и, ну, молодец. Не, эмоционально она наполнена правильно. Очень правильно. Правильно, как надо. Несмотря на то, что это лиричная, взрослая музыка, песня и такая сильная душевная лирика, вот, Дашка очень круто показала это все. Я хочу сказать, что я, ну, мы все были детьми, и когда у меня что-то получалось хуже там или не получалось, в шоу на ютубе профессионалы не сидели и не говорили, блин, жаль, у него в этот раз не получилось. Это же самое важное, что мы расстроены, потому что, ну, вы, я ее никогда не видел, что вы расстроены, что это должно было быть лучше. А тебе сколько, 9? И сидит танцор, профессиональный хореограф, и говорит, она круче. Так почему ее жалеем-то мы? Это очень круто. Нет, мы ее не жалеем. Это одно поражение в жизни, полный побед. Ну, я бы не сказала, что это было прям поражение. Она, у нее так много было крутых. Я пробатал. Я думаю, что вряд ли она победила. Ну, по крайней мере, тут, ну, по сравнению с предыдущим номером, там-то, ну, была вообще только акробатика, тут хотя бы был танец. Я определенно проголосовал бы из двух сейчас, если бы мне надо было, проголосовал бы за Дашу, даже несмотря на то, что где-то что-то, она повалилась с каких-то элементов. Вообще это, мне кажется, невозможно, но нужно научиться оценивать такие вещи, не ссылаясь на то, что это дети. Ну, то есть... Ну, это конкурс? Да, это конкурс, и хочется, чтобы мы смотрели на технику, независимо от того, сколько я человек. И опять же, здесь сейчас не исключено, что у той девочки есть супертанцевальные номера, которых мы не видели. Да. А Дашу мы типа видели и знаем, и мы почему-то ей сейчас делаем еще и скидку на это. Родители уехали на дачу, я гуляю, записную книжку с телефонами листаю. Быстро отзвонил друзей и подруг, я делаю тусу, все будут танцевать вокруг. В пасте удастся, ладома, это круто, музыка на всю катушку с ночи до полудня. Заходят друзья на каждого по три девчонки, вечерина будет жарко, соседи будут в шоке. Я вырубил, видите, кухню еще свою терапию, девчонки закрещали, это было к месту. Все мои слова наизусть напевали, под бедби и легальный бизнес всю струс сломали. Помогите мне упраться, чтоб меня не попалили, чтоб меня не наказали. Родители, звери. Фортира в порядке. Пати в полном ходу, у тебя целого дома. Работала тут? Не-не-не, я забыл, о котором Игорь говорил. А. Для меня все зашлось. Вообще, техника, музыка, атмосфера. Я в какой-то момент додумала о том, что вот бы было прикольно, если бы все Мишки начали синхронно с ним вместе качать руками, тогда вообще все было бы идеально. Круто, нечего добавить, идеальный номер. Тогда, чтобы Мишки качали, нужно было брать трек «Вова чума». Ираклий Персхалау. Видел его в авиапарке тут недавно. Стоит, говорит, вы курите Айкос? Я хотел сказать, как важно, когда ребенок является ребенком. Ну, атмосфера, она сама, песня, тема, это все было. Никто не лезет в какие-то высокие там танцы. Туда, где еще не был. Да. То есть мы крутим хопами под музыку хип-хопа тоже. Вот тут, да. Детско. Трек ее. Да нет, ну тут даже не про текст, а про нее, не ее трек. И она это показала. Конечно. Я показала. Не, а что, в чем вопрос, я не понял. Я бы убрала этот момент, честно, если бы это была моя девочка. Да как убирать? Ну, они это видят. Ну, она это не покажет, она на каких-то репетициях не перестанет. Так Детсу самому 12 было в этот момент. Ахаха. Писал этот трек. Правда. Он был маленький. Мне не нравится, знаете, чем мне не нравится детский КВН? Тем, что это взрослые люди пытаются несвойственным для данной темы ртом сделать это типа смешнее. Я хочу, чтобы дети были детьми. Мы не делаем, короче, когда ты делаешь контент с детьми для детей, но своей головой, не получается, потому что детям неинтересно то, что ты думаешь. А вот эта тема, она подходит для детей и от детей для детей. Понимаете, что я говорю? Браво. Абсолютно. Мне все вообще в точку. Абсолютно. Слава богу. Ты же сказал взрослым языком для взрослых. Я именно так воспитываю свою дочь. Вот всеми теми же словами. Просто набор слов в разном порядке каждый день. Разные локации, проход. Классный трек, подобран в плане разная стилистика. Есть где помехи. Воздух. Воздух. Опять же, да. Дыма не было. Видимо, кто-то аж кудишку докурил. Да нет, тут такая атака идет от ребенка, и все это абсолютно контекстно. Чуть-чуть, может быть, пересуетило, перехотело сделать еще лучше, чем это возможно было. Но это уже такие прям докапывания. В целом, все контекстно, все уместно, станцовано, круто. Тамина? Ой, как мы плавно перешли в голосование. Тамина? Тамина. Тамина. Игорь, какая категория у нас осталась? У нас остались, наверное, сольники, правильно? Соло. Вау. И забыл точку поставить. У нас осталось соло. Смотрим. КОНЕЦ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА У меня ощущение какого-то дискомфорта. Как будто ей все неудобно, она борется с чем-то. То ли это из-за того, что сырой номер, то ли у нее какие-то еще были там факторы, которые ей мешали. Несмотря на то, что я видел много эксклюзивных элементов, которых я не видел раньше, например, но все это было сделано как будто это еще репетиция. Ну, типа, будут вот такие элементы, но потом я станцую круто. Хотя, опять же, эксклюзивных элементов было много. Это круто. Я до сих пор не могу понять, как вы можете говорить, что это не нацелено на сексуальность. Но это же явно... Ну, почему вы говорите, нет, это на спорт нацелено? Ни хрена не так, это неправда. Вы себя обманываете. Я не говорю, что это плохо или пошло. Это важно понимать. Я говорю, что это нацелено, и надо это признать. Смотри, это... Я понял, почему это не нацелено. Просто у тебя ассоциативный ряд, пилон стоит в баре. Гимнастки... Нет, почему? Подожди, гимнастки тоже в купальниках выступают. Она раздвигает ноги гимнастковой? Конечно. Прыгает шпагаты и так далее. Это правда. Хорошо, хорошо. Без пилона не было сексуальных движений, вот так оно стояло, вот так дело? Не было? Ну, такое есть в любом стиле. Хорошо, тогда я вам скажу ответ. Любые наши ощущения строятся на ассоциациях. И это действительно сексуальные ассоциации. Да. Действительно это так. Просто когда ставят под сомнение вообще общечеловеческие ассоциации, говорят, ну это у тебя просто не такие. Так у нас у всех такие. Я с тобой согласен, но 80% такое же абсолютно ощущение. Когда человек делает вот так? Девушка у палки, все. Это дело не в палке, а в движение. И отправляет туда. Нет, смотри, просто здесь много всяких... И опять же, возвращаясь к предыдущему нашему разговору, много триггеров, которые отсылают. То есть это там... Тут больше разговор про какую-то женственность, про... Ну, то есть даже более плавные движения. Они все вкупе как бы дают вот это ощущение. Но за... Это не вербально. Абсолютно. Да, да, ты прав. Это не вербально, да, это работает. Вербальное общение. Но это не первый пункт списка того, какие там эмоции должны вызывать. Для чего это открыто? Для того, чтобы как раз были, во-первых, видны линии. Во-вторых, чтобы у тебя был контакт с пилоном на теле, на ногах и так далее. На пилоне, по-моему, нельзя, да, с одетыми ногами. Не, я понимаю, что... Иначе ты будешь скользить и... Да, странно оба странно быть. Но я считаю, что видеть в красивой полуголой женщине на пилоне, которая раздвигает ноги, сексуальность, это здоровое мужское поведение. Сто процентов. Конечно. Сто процентов. Да. Все. Маша, ты молодец. Маша классно танцует. Да, вообще. Я в целом говорю, да. И прикиньте, она потом в комментариях пишет, да я секс даю, вы что там говорите? Точно секс. Мы просто более в этом насмотрены и... Про деформация. Мы видели, что такое секс с пилоном, а что такое гимнастика. Ну вот, вот эти элементы. Поэтому для нас, там, кто танцует уже много лет, это кардинальная разница. Возможно, да, скорее всего для людей, опять же, кто не в нашей теме этой, сразу идет такая ассоциация. В принципе, это так же, как и стиль фреймап, с которым я пытаюсь бороться, чтобы эту ассоциацию сразу же, по крайней мере, ну, не воспринимали. Этот стиль с такой ассоциацией, исключительно потому, что мы одели на ноги. Скажу честно, я сейчас специально провоцировал людей, чтобы все пилонщицы написали мне после этого выпуска в директ. База пилонщиц. Нормально. Я не считаю это стриптизом, кстати говоря. Ну, у меня нет... Ну, стриптизе, это когда одежду снимают? Да, я не называю это шестом. Я понимаю, что это пилон, что это очень сложно. Танцуют и мужчины, и это тоже... Так, кстати, можно пару слов еще про именно технику и про то, что вообще впечатлило ли, насколько это все? Я уже свое мне не сказал. Я скажу, что это для меня не танец, потому что музыка не обыграна движений именно в плане хореографических, в плане танцевальных. Их не было. Это набор гимнастических, наверное, правильно сказать, акробатических, я могу просто как-то неправильно выразиться, потому что я не... ну, в другом. Ну, спорт, но не танец. Но возможности у нее нереальные. То, что она делала, это очень по линиям, ну, красиво, и возможности ее тела... Даже когда она вышла вперед и что-то там поделала, потанцевала, вот, наконец-таки, но этого было так мало, хотя бы еще, не знаю, ну, вот минуточку бы танца и минуточку... Ну, вот у меня в этих переходах было такое ощущение, что она когда-то ворачивался, делала так... А бывает, что забыл танец? У нее еще очень и очень сильно спина болела, и вот это все, видимо, не покидало тебя. Ты все там подошел, спросил, конечно же. Я стоял с ней там. На этом проекте у всех все болит. Нет, она прям с травмой, с травмой, я так понимаю, была, потому что... Ну, ранение огнестрельное. Да. Огнестрелы. Тогда вопросов нет, Маша. 15 лет, что еще может быть? Огнестрельное ранение. У нас была разная юность. Бит, залетай, бит, залетай, бит, залетай. Я вас в упор не видел. Улица, беремашка, откуда брать здесь взялся. Выбор. Все ножи в джунгли скачились в шестатур. Там стадо таких, как тебя, в дых, таких, как ты. Имеется все, чтобы шунуть поправку. Определенное, что двадцать, двадцать, засадил. Двадцать, двадцать, эвик, делал. Двадцать, десять, двадцать, двадцать, бассейн, наоборот. Сорок две пятьсот упали, минут двадцать, я имел их хвал. Сорок две пятьсот упали, но я их в упор не видел. Брача весь читованы, это уже не новость. Женей новость А пока я здесь червяк, лезь в горло это *** С видеофотом Монина А кто ты такой фартовый? Это все твои *** На связи с Павлом Голодный как койоты Пичку в долг и в потолоке Все уроны в дональ со мной вдоль У эти недомерки мне не ровня Все, все, все Че там, вывези? Вывези В желтой купленный Выкуйте Цены Бат полный Увезите это в районы Бить залетаем Дерзко Назаре миг, жизнь пусть дешит Дерзко Золотой кабан Заливать днем Я и мой танчик Это, да классно было Он кайфует от себя One Да Что важно делать в танце, а не в жизни Классный танец, была ирония Он сам по себе какой-то прикольный Кофту не умеет надевать правильно Но это, наверное, можно С годами придет Это женщина его переоденет Просто еще не нашел женщину Я вот от такого получаю удовольствие А что скажете? Да кайф Не, Игорь все правильно рассказал Чувак кайфует Чувак делает это хорошо Он делает то, что ему нравится Он делает то, что он считает, что это круто Он не пытается Стратегически мыслить Стратегически мыслить Не, ну что он делает классно То, что он умеет делать Это с настроением Это честно Ему это подходит Он не пытается на себя примерить что-то другое Он Круто Настя Насть Ты не первый день в хип-хопе уже Да Что скажешь? Я скажу, что тут не придраться, конечно, к технике И, в принципе, его подача эмоций Ну, вот, да, кайфово, да, все круто Но в какой-то момент мне показалось, что мне надоело Как будто не было какого-то развития у номера Вот как, ну, подышать То есть Было негде То есть сама техника Не скажу, что она Вау, супер необычная Которую я еще не видела Что тоже там, ну, бывает, да Она определенно крутая Но сам номер Чуть заставил наскучать Потому что, возможно, мне больше нравится Когда стратегически Чуть по-другому простроены номера Соглашусь, хотелось чуть выдохнуть в серединке Чтобы потом опять взорваться Перенавалил, так сказать Ну, да, перенавалил Но вот его подача Галочкой надо тоже, да Любое, получается, произведение надо строить галочкой, правильно? Ну, в КВН нам говорили, типа, сильно начал, чуть-чуть дал продохнуть И к концу дал Да? Дал-дал, ушел Галочка Да Так Ну, в целом, танцы мне понятны Давайте другое смотреть Давайте посмотрим Самого последнего участника этого эфира Но не по статусу Ты не могла сделать И21 И21 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты или миласа, то есть слаще питав нас Ищут твою расу напрасно, таких больше нет Ищут, но таких больше нет, как на нашей планете Так и на сотнях планет почище Ты как моя земля, обе красивы, обе нищие Стань моей девочкой, стань моей девочкой нищенка Стань моей девочкой, стань моей девочкой Ты поломана в стольких местах, но ты самая целая Боишься смотреть мне в глаза, но ты самая смелая Оба с тобой не в своём уме дышим, как в вакууме Стань моя девочка, нищенка Оба с тобой лишняя и злобная парочка Ты бесподобная, ты бесподобная Стань моя девочка, нищенка Оба с тобой лишняя злобная парочка Ты бесподобная, ты бесподобная Ты бесподобная Ставь моя девочка не щенка Оба с тобой лишняя злобная парочка Ты бесподобная, ты бесподобная Ты бесподобная Ааааааааа что тут по сексуальности вот огромная разница между мета сообщением и моим восприятием сексуальности есть большая разница здесь не было мета сообщение сексуальности здесь был танец я его видел он стран то что такая одежда и она вот так даже делала это все равно был элемент танца она танцевала то что я считаю в женщинах сексуальным и тут это просто было и все это мое дело но в танце не было этого в этом есть разница вот это мне нравится больше всех танец но потому что я видел какие-то вещи которых я до этого не видел в предыдущих то мне она очень нравится музыкальностью своей и своим почерком у нее есть почерк что для танцовщика очень важно когда ты еще сольный артист очень важно чтобы тебе был свой почерк чтобы тебя не хотели просто я честно говорю о том что команда плохо ну типа там давай я тебя возьму в команду в команде будешь круто смотреться нет а вот когда ты один отличаешься от 15 когда на тебя смотришь тебя сразу запоминаешь вот в ней эта черта есть мне не хватило чуть амплитуды в середине но мне кажется у нее просто еще не такой богатый богатый до вокабуляр танцевальный но не так говорю так говорят а теперь да теперь да уносите эти танцы ну классно да я понимаю чем ты говоришь знаете что самое важное она помогла мне разделить музыку я начал слушать музыку из-за нее было вот это яркий мужской голос который о котором я мечтаю она танцевала не в него она танцевала в ту музыку и я начал ее слушать и сильнее ее смотреть знаете если типа хочешь чтоб тебя лучше слушали говорить тише но внимательно слушай и вот она сделал так чтобы я слушал музыку там и не обращал внимание на мужика возможно будет хороший комментарий под выпуском даже или вырезали не надо мы питаемся удобрение удобрения хожу что вы говорили он сюда ходит только поэтому если будете хвалить я больше не приду насть у меня прям дикий восторг она мне очень понравилась у у нее очень явно и правильная техника у нее очень крутая подача это как она пользуется телом и и в этой одежде вот прям максимально все сошлось не не любят такую музыку она ну я не люблю но в этом номере она ее показала так что захотелось даже это что ли попробовать выучить но то есть максимально все слилось это очень круто в плане музыкальности она наверно вот пока прям одна из лучших кто взял музыку так как это надо было потому что музыкальность она заключается в том чтобы твой танец был не слабее музыки и не сильнее музыки ты должен станцевать так чтобы было ощущение что этот трек написали увидя как ты двигаешься а не наоборот и вот у нее это получилось и наконец ну что довольно редко для меня в плане музыкальности было вау и технически мне вообще всего хватило умничка она стала музыкой лиза вытирает слезы и давай переходить я понимаю почему она именно в такой одежде я понимаю почему потому что вот этот был элемент но при этом триггеры сексуальности которые мы тут обсуждали они присутствовали здесь и какие-то элементы зона ушла на волну и открытые словно это было сексуально естественно по мне так это в разы сексуальнее чем с пилоном номер ну только но это красиво здесь это использовано уместно уместно и не вызывает никакого ощущения пошлость органически органично но и женщины видят сексуальность в разном женское порно она же медленно и эстетичное такое правильно а мужское оно какое порно же как смотрит начало и вот мы кончим не снимаются так долго 4 надо я клянусь если вот снять оператор я сильно покрасила по какому поводу я голосую за илишу перебиваешь голосование вот как голосовать разрешили вот и будет хороших комментариев сразу все наладилось в мире игорь за кого ты голосуешь ну естественно за или и лишь а и лишь а лишь а так у меня на самом деле дилемма между лишь и пиво расскажу да она настолько уникальна и она не и лишь она ты лишь а у твоих поинс голуту игорь джабраилов гол я тебя проверял извини пожалуйста скажи да чё что скажешь то уже придется за и лишь и голосовать от языковых задали и шу за и лишь 30 как тебе выпуск как тебе второй этап такой формат не мне очень понравился выпуск вот сейчас было видимо там был первый этап да еще был разный уровень иногда то здесь вообще все приближены к очень высокому уровню и чисто на каких-то микро победах и поражениях все строится ну что ж подведем итоги выпуска мы почти за все battle проголосовали 3-0 игорь сматерился 840 раз следующий раз как ты хотел ни разу не сматеришься придешь там еще конечно конюшня я теперь вообще я знаю все ты сказал конюшня да ты быстро учишься да и ты неплохо игорь ладно пора вам уходить